Они охраняют свой рынок и с точки зрения производства тех же самых кинопродукций, визуальной продукции, музыкальной продукции. Как только они откроют эти границы, то, что все хлынет туда, собственное станет никому не нужно. Во-первых, это с точки зрения бизнеса и экономики выгодно держать свой рынок самим и контролировать его. Почему они не запрещают? Все равно, если интернет хочешь, забей. Но ты, если хочешь, ты забей и смотри, это твоя ответственность. Своровал, скачал, твоя ответственность. Купил на официанты. Это твое право, твое дело. Я к чему говорю? Да, но государство заботится о своем народе, о своей культуре, о своей истории, о своих традициях. И тогда государство живо. Оно держится только на этих трех китах. И понимает, что как только один из этих столпов рухнет, все. У них нет ни государства, ни общества, нет ничего. Ни народа, который там был бы, допустим, общим. Поэтому это уважение к той самой Китаем. Мы такими были еще недавно. Поэтому смело можем говорить, что мы-то как раз были очевидцами, как это было. И это было хорошо. Я не говорю, что все было хорошо. Но мы говорим сегодня про рынок, про влияние, воздействие разных столкновений культур. И то же самое. Это же не то, что мы запрещали западные фильмы. Это уже не было. И в Китае не запрещены западные фильмы. Просто идет градация, дозирование. Зачем смотреть весь шквал зарубежных фильмов, когда нужно посмотреть лучше? Их путь. Ребята, вот выиграл этот фестиваль, эта картина. Это обязательно посмотреть, почему это вызывает, развивает человека. Вы ознакомляетесь с другой культурой, с другой. Это так и здорово. А когда ты прорываешься к западному фильму, смотришь все подряд, они сами даже говорят, вот это, сами называют это, ну не буду говорить это дурацкое слово, ну второсорт. Даже сами создать. Они понимают, ну это так. Для того, чтобы создать одну картину, получается 10 таких картин проходных. Зачем нам это нужно? Давайте посмотрим сразу лучшую картину.